Сам джойстик имеет вот такие размеры, он еще не обработан в финишном виде, поэтому это рабочий технический инженерный экземпляр. Изначально весит он 340 грамм, что составляет ровно такой же вес, как у половинки рукояти от Couguara. Достаточно плотный, твердый и жесткий. Корпус, например, можно весом наваливаться, не продавится. Изначально делал джойстик из расчета на симметричность, то есть чтобы можно было использовать под правую руку, так и под левую, если какие-то многомоторные конфигурации, мог бы управлять как штурвал. Вот можно посмотреть, что у него находится внутри, как он устроен. То есть джойстик сам выступает клиентской частью, контроллер у него находится отдельно, будет находиться в рудах. Здесь у него находится диодная матрица, плата расширения, подключение цифровых осей, цифровой датчик крена, цифровой датчик тангажа. Здесь датчик закреплен неподвижно, магнит вращается возле датчика. Здесь наоборот, магнит укреплен неподвижно и вращается датчик вокруг него. Сам консольный рычаг собран тоже по композитной схеме из четырех слоев фанеры, слоя бальца, стеклоткань и вклеенный через кевларовый шнур болт на 8 мм. Здесь находятся два подшипника 8х22 мм. Простенок между подшипниками заполнен экструдированным пенополистиролом, то есть это еще плюс жесткости конструкции. Ну и сам, конечно, отсек разделен на ребра жесткости, многократно проклеенный стеклотканью, собранный на шипах. Вот пример прочности материалов. Это два простых фанерных лючка, задний и боковой. Сам лючок выполнен из листа, листа 1 мм фанеры пятислойные, но с каждой стороны по нескольку слоев стеклоткани 45, плотностью 45 где-то 45 единиц на метр. То есть она упругая, но очень-очень прочная, то есть вот руками просто так даже простую деформацию не вызвать. На всякий случай джойстик закладывал при проектировании возможность располагать его в разных положениях, уже показывал либо консольно в разных произвольных местах, либо с установкой на столике, либо с установкой под столом, так чтобы торчала только ручка. Сейчас из-за инкундорного блока это, конечно, невозможно показать, либо с креплением на подлокотник, крутилки тоже мешают, с разворотом ручки на 180 градусов, то есть получилось бы достаточно удобно. Но уже это установил, эксперименты эти пока прекращаются. Можно, конечно, даже и так, но вот совсем уж на традиционный неудобный может быть. Итак, немного по эргономике. Сам джойстик расположен у меня прямо над ногой, то есть если бы я руку положил прямо на бедро, находится примерно в этом положении. То есть руку могу свободно класть, нагружая своим весом. Это для него нормально. Ну и соответственно комфортность достаточно высокая, легко можно доставать до всех необходимых кнопок урок складной, кнопка верхняя, здесь еще не сделаны две кнопки. Два энкодера, можно как левая крутить, так и правая. Полный ход ручки действует в нейтральном положении, рука кладется на ручку, достаточно устойчиво и удобно. Полный ход от себя, полный ход на себя, крен бедро, крен бедро, право до упора и крайнее положение по углам. Возврат центр из углов. Также курок откидной, ничего нового, ничего интересного, кнопки и уходный блок. Есть еще две кнопки, не подсоединенные. Общее разрешение по тангажу. Длина хода здесь в этой точке 76 миллиметров от края до края. Цифровое разрешение 5400 с мелочью отчетов, полукрему 90 градусов под ручки, 4300 отчетов.